МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы живем в большой верунке, вернее, жили. Всю жизнь работали дети, я, муж, все. Держали 5 коров, 5 телят, по 25 свиней, огороды подряды, малярки, крестминные работы. Жили, где не хожу, везде бутсают, везде. Получился инсульт, 2 инфаркта, 2 инсульта. Никто, никакой не помощи, ничего, ни лекарства. Всю больницу легла, 3,5 тысячи скачали и с носом оставили. А бомбили вас вообще? Бомбили в целый месяц. Начали с 1 августа и до 2 сентября, вернее, до 5 сентября. Бомбили каждый день с утра, где-то начинали, уже полчетвертая. И бомбили до 3-4 ночи. В общем, там ничего целого нет. Живого вообще, сына даже погонили, иди, 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 все. Так что никто, я говорю, нет, им не корреспондент, никто не фотографирует, никто даже не видит. Инвалиды, вот это, пришли сюда унижаться, за то, что там паёк какой-то, ни разу не дали, ни пайков, ничего, не знаем, где наши вот эти поселковые, куда они девают эти пайки, гуманитарки. Ни разу ничего мы никогда не получали. Погорелище, у нас нет, вот, два дома наши. Один был три, другой одноэтажный. С 2 года, сами красивые дома были, на улице, вот, остались. Вот это осталось, все, что я живу, и дети, и мы. Сейчас в Луганске где живете, у родственников? Живу, это самое, через дорогу там живет женщина. Тоже разбомили все окна, двери, все. Просили засеклить, там грудной ребеночек, месяц, сына родился. Просили засеклить и дверь. Там, когда были ополченцы, ногой выбивали, вот так вот, оно коры там, эти двери. И 29 пробоин в этой двери. Вот так затыкали, все. Просили, чтобы они пришли, поменяли, но никто, ничего. Приехали, все, это быстренько. Когда Плотницкая была 22 декабря, 23-го приехали. Сфотографировали там все, замерили. По сегодняшний день никто ничего. Говорят, лежать там в министерстве строительства, какой-то Юрия Ивановича кого-то. Звонила раз, другой раз, потом говорит, до свидания, не звоните, вас миллионы. Помогать вам ничем никто не будет. А вот политически, так сказать, вот как вы сейчас относитесь к тому, что вообще в стране происходит? Ну, честно говоря, конечно, я не знаю, кому эта выгодна война, кому она нужна, и кто за это все ответит. Бомбила нас украинская армия, стукала войбалкой. Бомбили, конечно, это не то слово, я не знаю. Это фашисты, и не то, наверное, так не бомбили, как они бомбили. У нас сидели полченцы, у нас по улице с автоматиками. Вот как вечер они попыхкали, да, мы тут. Я не знаю, я даже не могу сказать, кому она выгодна эта война, кому она нужна. А сейчас опустили ниже плинтуса. Работы нету, ни детям, я инвалид второй группы. Мы, как говорится, не ленились, но мы жили. Кто хотел, тот жил. А кто не хотел, воровал, тот и сейчас будет так жить. Воровать и жить, вот так. Не знаю даже, как. Работала для того, чтобы сожили меня в один пух и в прах, а потом оформляли в дом престарелых. С вами Денис Байда, специальный корреспондент информационного портала «Город Кингисепп.РФ». И мы с вами находимся на театральной площади в городе Луганск, где в одном из домов создана организация «Объединенное луганское бранство», которая оказывает гуманитарную помощь тем, кто в связи с войной не может зарабатывать себе на жизнь, кто не получает пенсии и кто находится в крайне затруднительном положении сейчас. Сейчас мы пройдем внутрь и поговорим с ее руководителями и с ее работниками. Наша организация создавалась 3 декабря 2014 года. Но предварительно она еще планировалась создаться в феврале месяце. С моими ребятами, с моей молодежью, которая была со мной, мы планировали создать эту организацию очень давно. Но так как наступили времена далеко не легкие для нашей республики, организацию было тяжело создать. Сейчас, как только у нас приняты законы об общественных организациях, я сразу зарегистрировала нашу молодую организацию «Объединенное Луганское Братство». «Объединенное Луганское Братство», да? Да. Полное название, да? Предпосылкой явилось то, что ко мне обратился мальчик, который уже додавил меня до конца, спросив у меня, «Тетя, ты мне что-нибудь вкусное принесла?» После этого я поняла, что я должна помогать детям и старикам. Почему у меня критерии «Дети и старики»? По той причине, что у меня нет своих деток. У меня мама умерла, мне было 21 год. Отец у меня умер, мне было 26 лет. Родителей у меня нет. Я нахожусь в совершенно чужой для меня стороне. Сама я уроженец города Донецка, Донецкой области, скажем так. Сюда вышла замуж. И у меня здесь, кроме моих родных, по замужеству, близких и родных нет. Похоронила двоих братьев, после этого решила, что нужно просто делать добро. Можно воевать, можно бегать с автоматом бесконечно, но можно приносить какую-то пользу. Это мое личное мнение. Привести гуманитарную помощь, адресно вручить ее каждому человеку, который ко мне обратился. Это моя задача. В том числе адресно, да? Не в том числе, а только адресно. По той причине, что мы работаем чисто адресно. Мы берем у людей заявки. Эти заявки мы отправляем в Россию. Гуманитарные войска нам помогают сейчас, пытаются нам помочь. Отправляем друзьям, знакомым. Обращаемся через интернет, отправляем сканы. Люди собирают продукты питания по мере возможности. Медикаменты, если они указаны в заявочках. И все это привозим сюда, вручаем людям. Как только собралась заявочка, которую мы можем обработать, мы звоним по номеру телефона и обязательно вручаем то, что просили люди. Если в чем-то мы не можем помочь, например, у нас не было долгоканцелярии и моющих средств, мы вычеркивали из списка, люди расписывались, но получали то, что они заказывали. А вот немножко более подробно, откуда к вам поступает гуманитарная помощь непосредственно? И что именно поступает? Ну, по гуманитарной помощи откуда? В основном российские люди. Чисто граждане России. Они отправляют посылки, собирают вещи детям, собирают продукты питания, собирают детское питание. Мы в связи с нашим размещением информации о нас создали счет нашей организации. Этот счет, он открыт для всех. Любой человек может спросить у меня банкинг и посмотреть передвижение финансов по нашему счету. Все чековые отчеты у нас есть в интернете. Все, что мы закупаем, все деньги, которые высылаются, тратятся на продукты питания и на детское питание. Это однозначно никуда, ни налево, ни направо, они не уходят. Все отчеты у нас есть, видеоотчеты, все у нас есть. В основном присылают вещи, продукты питания, медикаменты, детское питание. Люди очень стараются для нас, честно. Мое личное мнение, я очень нервничаю. Если бы не Россия, нам было бы намного-намного тяжело. Хотя нам помогают и люди Казахстана, и люди Белоруссии. Сейчас у нас появился счет PayPal, мы попросили знакомые мои из Германии. Они нам сбрасывают по 5, по 2 евро в день. Собирается сумма, эту сумму, у нас сейчас собралось 120 евро, я поеду ее обналичью и также закуплю детское питание. Это только пойдет на детское питание, потому что очень тяжело в ситуации военного положения кормить деток. Это в Россию поедете, потому что здесь не снять деньги, да? Здесь не работают банки, здесь деньги снимать бесполезно. Здесь нереально просто. Куда-то обратиться, чтобы снять деньги, здесь нереально. Украина прекратила полностью обеспечение банковское, Луганской области, Донецкой, как я понимаю. Я думаю, что в дальнейшем у нас появятся все-таки свои банки, нам будет намного проще. С провозом тяжело, потому что все-таки сказали провозить все через МЧС. Через декларирование МЧС, да? Декларирование через МЧС, разрешение нужно и все остальное. Я с этим согласна, потому что есть какая-то законность, таможенные законы. Я все прекрасно понимаю. Но в нашей ситуации мы не можем соблюсти полностью законность таможенной. Потому что иногда нет времени просто, да? У меня не хватит времени, если я буду каждую поездку 800 килограмм оформлять через декларацию, поверьте, я буду по двое-трое суток стоять там, а иногда просто мне передают такие необходимые вещи. Вот сейчас я буду антрацит завтра передавать, тест-полоски для сахара маленькому ребенку, без которого это жизненно необходимо для этого ребеночка, понимаете? Ему всего два месяца. Если я не передам вовремя эти тест-полоски, а займусь бюрократией, которая присутствует все-таки, мы можем потерять гражданин на ЛНР. Вот сейчас вот идет война. Вот какое ваше отношение вообще к тому, что происходит, в том числе и к войне? К войне? Лично мое отношение, скажу так. Я не верю ни в одни переговоры. Я вообще вот просто против уже переговоров только потому, что погибло слишком много людей. Я считаю, Украина не заслуживает мирного окончания этой войны. Она не заслуживает его. Должны ответить все, все, кто призывает мамы, призывающие там на Майданах, повернить мое дитя с котла, дайте ему пидкрипленья. На каком основании вы просите ему подкрепление? Скажите. Мамы, одумайтесь, вы мамы, это самое главное, что дано в этой жизни. Верните своих детей живыми домой, приедьте и заберите их отсюда, иначе вы их просто не найдете. Вам будут врать, что они у нас в плену, что мы скоты, мы их тут мучаем, убиваем, хотя много раненых ваших здесь находилось и понимали прекрасно, что мы им помогаем. Забирайте своих детей, иначе вы даже могилы их не найдете, просто-напросто. Их просто, как живое пушечное мясо, выбрасывают сюда. Они не нужны вашему правительству. Если есть у вас желание, украинская армия, переходите на сторону ЛНР, ДНР. Мы вас примем, только без предательства. Я думаю, наши ребята будут с вами стоять бок о бок против вашей хунты. Это мое личное мнение. Глядя на эту войну, я считаю, что эта война очень паскудная, потому что политика заставила бить своих собственных друзей, братьев и сестер. Находясь в военной полиции, в подразделении, была ситуация, когда у нашего товарища позвонила сестра и сказала, «Ты что, будешь убивать и своего племянника? Его вчера мобилизували». Как ему воевать, он не знает. На той стороне может оказаться сын, брат, сват, кум, друг, подруга, сестра, мать. Это очень братоубийственная война. У меня одноклассница, мы с ней выросли в одном селе, мы ходили в школу до восьмого класса, мы с ней общались до последнего. Она просто вышла замуж, она живет в городе Млынев. Она мне сказала, что я виновата в этой войне, что я русская, я проклятая, я нехорошая. Все, что угодно. Она больше со мной не общается, мне очень жаль. Мне очень жаль, что Порошенко поставил эту стену между нами и общение минимум наших восьми лет в школе просто пошло прахом из-за него. Объединенное Луганское Братство сегодня привезло гуманитарную помощь неборачка Надежде Леонтьевной, инвалиду первой группы, живающей в городе Луганске на 16-й линии. Она обратилась к нам за помощью, так как у нее нет средств существования, вынуждена просить у нас продукты питания. Этот человек находится на инвалидной группе продолжительное время. В дополнение ко всему могу сказать, они предложили нам инвалидную коляску передать людям, которые в ней нуждаются. Огромное им спасибо. Вот сейчас будем включать им гуманитарную помощь. Алена, а что вы привезли? Лекарства, продукты? Продукты, лекарства. Продукты, медикаменты, которые просил человек, пока нет. Я поеду в Россию, буду просить людей, они нам помогут. Чтобы оказали нам адресную помощь для этого человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вырастили много капусты. Пожалуйста, отдайте грузину. Ой, прямо ржи. Спасибо. Ну, спасибо. Вот на данный момент все, что вы имеете в виду. Спасибо. Очень спасибо. Большое, конечно. Пока все, что можем. Спасибо. Думаю, дальше увидим на больший уровень. Мы помогать. Да, спасибо. Да как живем. Пенсию переоформили, а поехать за ней не можем теперь. Дороги же перекрыты. Вот звоним, мы в Навайдаре переоформились. Вы одна живете? Нет, с мужем и сыном. Я смотрю, вот эта семья, ваша фотография. Да, это внуки мои, они в Россию уехали. А не в связи с военными действиями? Да, да, да. Как они там устроились? Устроились, работают. Вам спасибо, что вы, как говорится, нас не оставляете. Спасибо вам большое. Что вы заботитесь хоть как-то, потому что очень тяжело жить. У нас в доме есть люди, которые не смогли выехать переоформить пенсию. И сидят вообще. У нас, значит, какой самый вопрос сложный, это сроки... Сроки нормальные, да, я знаю. Там у нас попали две пачки. А там две пачки попали, что Марта Мельсинского работа кончат. Там Десанда Андреевского, а пачки большие, малыша. Простите, а как вас зовут? Борис Алексеевич. Борис Алексеевич, а какая ваша должность? Я заведующий кафедрой детской болезни. Вы в детской больнице, да? Да, я педиатр, да. Работил в областной детской больнице. Заведую кафедрой педиатрии Уфтанского и Личневского университета. В больнице сейчас в сильно бедственном положении находится? Много чего не хватает? Ну, больница нужна, конечно, прежде всего, питание для детей первого года жизни. Питание – это адаптированные смеси, специализированные смеси. Они дорогие, сейчас трудно приобретать. Поэтому, конечно, это очень существенная помощь. Это просто нереально. Купить, это просто простые, естественно, которые не сюда входят. А кто вам еще помощь оказывает? Ну, а, еще оказывают частные лица. Частные лица, да? Да, вот мне точно так же звонят, говорят, что мы вам принесем. Но я координаты не приносит, я отдаю в отделение. И Луганское Братство тоже, да, объединенное, тоже оказывает, да? Да, в Луганское Братство человек обратился к нам, так как у него не хватало продуктов питания для младенцев. Мы разместили эту информацию в интернете. Сделали так называемый марафон. Мы не имеем права заниматься коммерческой деятельностью, но мы разместили марафон по сбору денег именно на это питание. Откликнулись очень много людей. К нам приехал буквально на днях Синицын Валентин. Закупил вот это питание и предоставил его нам. Огромное спасибо. Да, вам спасибо. Я думаю, в дальнейшем у нас еще там есть финансы, которые поступили на ваш счет. Я думаю, мы в дальнейшем дальше закупим питание вам и тоже его привезем. Потому что финансы по марафону подписаны для больницы. И эта сумма обязательно уйдет к вам. Спасибо. Помощь очень существенная. У нас в таком питании нуждается еще областная детско-инфекционная больница. Потому что это для мам очень существенная помощь. Но и от врачей. Потому что врачам гораздо проще, когда есть специализированные смеси, которые мы заведомо знаем, что они помогут нашим детям. И прибавить вес, и справиться с инфекцией, и иммунитет повысить. Поэтому еще раз мы очень признательны. Спасибо за помощь. Спасибо. А это все заявления, да? И сколько? А вот в среднем в течение дня? 300. 300. 300, 500, когда как, да? А знаете ли, я хочу... чем вы занимаетесь в объединенном луганском братстве что входит в ваши обязанности я занимаюсь складом это во-первых во вторых это распространение информации в интернете все что нужно скажем так вот скажите пожалуйста в ходе вашей работы вот все ли гладко не сталкивались ли вы с чем-то и ну и так скажем из ряда вон выходящий сейчас пытаемся с этим бороться буквально 2 числа февраля областная детская дала заявку на детское питание у нас средств таких чтобы закупить нет там порядка 60 тысяч заявка мы выставили эту информацию в интернете чтобы люди помогли прошло даже десяти где-то неделя прошла и под наш видим распространяемой информации появилась что мы машинники это я увидела утром я начала докапываться куда-то написал привело меня в группу спецзлот смерж со звездочками где была размещена наша скажем так заявка которую нам дали в областной больнице где одна наш текст изменили всего лишь то что мы существуем два месяца поставили всего один и изменили наши то есть когда я это увидела я написала администратором что извините конечно где вы взяли эту информацию почему вы ее взяли без спросу и ну либо удаляйте либо ставьте наши реквизиты то есть мы не можем ответить за те деньги которые ведут вам на карту куда они были администратор мне ответила что делаем мы одно дело то есть я не считаю что мы должны удалять это я же говорю мы можем отчитаться за то что приходит к нам на карту то есть куда эти деньги пойдут мы делаем видеоотчеты фотоотчеты в той группе буквально 16 участников до сих пор это висит сейчас мы пытаемся стараемся это все распространить в интернете что действуют мошенники потому что неизвестно куда пойдут деньги распространяется эта информация с нашим текстом с нашим документом где в шапке написано что обратились к нам наше ледяное уранское братство то есть сейчас занимаемся пытаемся с этим бороться на предудение которое люди будут отдавать на смеси водничка то есть еще от этой группы вот никакой помощи и не поступила нет не поступила и на просьбу удалить его свои реквизиты полностью всю эту информацию ничего делать до сих пор это висит до сих пор люди я не знаю перечитают или нет потому что это отследить невозможно то есть люди на контакт не идут то есть если к нам пришел человек он принес там часть смеси мы это сделали видеоотчет я это уже написала в нашей группе там где висит эта информация закрепленная по поводу сбора денег там я уже указала какую сумму мы собрали какую сколько осталось весе собрать то за тех людей и ответить и нужно люди идут потоком за гуманитарной помощью буквально в пятницу в ту субботу нам подразделение мартвинова передано гуманитарную помощь виде констоваров конфет детских игрушек которые пойдут детям антрацита пойдут детям равенков констовары пойдут это вот где мы сейчас находимся да вот этого помещения передано для детей нашего нашей республики помощи нужно больше потому что каждый день мы принимаем от 200 до 300 400 заявок люди просят просто килограмм риса купить мы это не можем так как у нас нету финансирования как говорится энтузиасты собрались вместе с энтузиастами россии которые помогают нам присылают посильному мы ездим на легковом автомобиле за гуманитаркой то есть вы понимаете что такого объема количества у нас нет если найдутся желающие помогать мы будем только рады с вами был Денис Байда специальный корреспондент информационного портала город кингисеп рф город луганск